Благодарю вас, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Приветствую всех участников встречи и также, как коллеги, хочу выразить признательность Александру Георгиевичу Лукашенко, всем нашим белорусским друзьям за организацию саммита и в целом за активную работу в ходе председательства Беларуси в СНГ в текущем году. Повестка нашего заседания весьма насыщена и актуальна, и мы, конечно же, поддерживаем подготовленный по инициативе белорусских коллег проект «Заявление в связи с 30-летием Содружества», которое подводит основные итоги деятельности организации и определяет долгосрочные задачи ее развития. Действительно, за три десятилетия СНГ прошло большой путь, утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в рамках которого государства-члены стремятся выстраивать отношения на принципах добросотетства, партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг к другу. Но, пожалуй, главное состоит в том, что благодаря Содружеству нам удалось сохранить, а по некоторым направлениям даже развить и работанные за многие годы проживания в едином государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи. Конечно, к сожалению, иногда не обходятся и без разногласий, и противоречий. И уж совсем плохо, когда эти противоречия приводят к острым конфликтам между отдельными государствами-участниками СНГ. Так как это случилось, к сожалению, в прошлом году в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Здесь коллеги уже говорили, я им признателен за оценку действий России. При активном содействии нашей стороны конфликт удалось остановить. И российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. При нашем содействии осуществляется доставка гуманитарных грузов, разминируются территории. Причем хочу обратить ваше внимание с обеих сторон, на обеих территориях. И на территории Азербайджана, и на территории Армении. Восстанавливается система жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению. В свои дома вернулись десятки тысяч беженцев, свыше 52 тысяч человек. Всё это ещё раз подтверждает наши мудрости российские по поводу того, что хороший мир, плохой даже мир лучше, чем хорошая война, всякая сора красная миром и так далее, и так далее. Собственно, ключевая роль содружества независимых государств и состоит как раз в том, чтобы обеспечивать условия для мирного сотрудничества и совместной работы ради процветания и развития наших стран, повышения благосостояния наших граждан. Именно на это направлена реализация обновлённой концепции дальнейшего развития СНГ и стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. В этих документах фактически сформулирована программа действий по созданию в долгосрочной перспективе интеграционного, политического, экономического и культурно-гуманитарного объединения заинтересованных государств, обеспечивающих эффективное развитие каждого из его участников, плодотворное торгово-экономическое взаимодействие и полноценное функционирование зоны свободной торговли. Это всё требует профессионального разговора всегда. Понятно, что пандемия коронавируса продолжает негативно сказываться на сферах экономики, затрудняет контакты, взаимодействия. Вместе с тем можно с удовлетворением отметить, что показатели торгово-инвестиционного сотрудничества в пределах СНГ всё-таки улучшаются, начали улучшаться во всяком случае. Увеличились объёмы товарооборота внутри Содружества почти на 27% за первое полугодие. Открываются новые перспективы осуществления крупных инвестиционных совместных проектов, инфраструктурных проектов, повышающих взаимосвязь на пространстве Содружества. Вовлечённость экономик и компаний в евразийские производственные и транспортные цепочки. Важно, что у предпринимательских кругов в государствах членов СНГ растёт интерес к взаимному сотрудничеству в развитии зелёной экономики, цифровизации, широком применении инноваций, комплексном и рациональном использовании имеющихся природных ресурсов. Для реализации проектов во всех вышеуказанных отраслях ключевое значение имеет доступ к высококвалифицированным трудовым ресурсам, улучшение системы профессионального образования, создание благоприятных условий для граждан государства СНГ, осуществляющих трудовую деятельность в странах-участницах. Именно поэтому Россия и выдвинула идею принятия государственными членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции. Оно, это заявление, нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовке трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства. Для всех это важно. Для всех. Наряду с экономическими важнейшее значение здесь, в том числе на стыке с экономикой, имеет и гуманитарные измерения. Культурные, образовательные, научные контакты, гражданские и молодёжные, туристические и спортивные обмены, востребованные общественностью наших стран, служат делу укрепления дружбы, взаимопонимания между нашими народами. Страны Содружества действительно многое связывают. Это общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур, обычаев, традиций. И, конечно же, русский язык, я сейчас хочу выразить слово благодарности Александру Григорьевичу за то, что он это подчеркнул, русский язык, который является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ. Уважаемые коллеги, все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работает в России из-за стран Содружества. И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Ну, как минимум, русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия, понимать, что такое культура России, взаимоотношения международными России, да и бывшего Советского Союза. Для того, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в стране нашей. Напомню, что на предыдущем саммите в декабре 2020 года принято решение провести в странах СНГ в 2023 году год русского языка как языка межнационального общения. Весьма полезными считаем предусмотренные его программой меры, направленные на поддержку, сохранение и повышение статуса русского языка, популяризацию российской культуры. Уверены, что всё это будет способствовать духовному и культурному взаимообогащению страны-участниц Содружества. Хотел бы отдельно отметить актуальность дальнейшего расширения Содружества в области массовых коммуникаций, взаимодействия в Содружестве в области массовых коммуникаций, в СМИ, в целом в информационной сфере. Наши страны являются соучредителями межгосударственной телерадиокомпании «Мир». И её высокопрофессиональная работа, я могу с полным основанием считать, что это действительно высокопрофессиональная работа такого мирового класса, безусловно, заслуживает позитивной оценки. Для всех нас приоритетной задачей является сохранение памяти об общей победе в Великой Отечественной войне. Мы признательны партнёрам по Содружеству за поддержку выдвинутых России на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях. Убеждён, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о подвиге наших народов, о том, какие жертвы всем мы принесли, все наши народы принесли и положение на алтарь победы над нацизмом. Уважаемые коллеги, хотел бы упомянуть и о ещё одной инициативе России, а именно о подготовленном к сегодняшнему саммиту совместном заявлении о защите избирательных прав граждан и гарантии электорального суверенитета. В этом заявлении страны СНГ выражают приверженность ключевым принципам международного права, касающимся уважения суверенитета независимых государств и невмешательства во внутренние дела, включая избирательные процессы. Думаю, вы согласитесь, что данная тема актуальна. Актуальна, по сути, для всех наших государств. В сентябре в России состоялись выборы в Государственную Думу. Голосование прошло в строгом соответствии с законом и при высокой явке избирателей. Хочу подчеркнуть, что важно и далее твёрдо защищать и поощрять реализацию избирательных прав и свобод через поддержку устойчивых демократических институтов и принципа верховенства права. И в этой работе готовы к самому тесному сотрудничеству с партнёрами по СНГ. Мы также готовы к плотной координации по актуальным сюжетам региональной и международной повестки дня. Убеждён, что у государств участников СНГ есть большой потенциал в плане содействия решению имеющихся на евразийском пространстве проблем совместного противопостояния вызовам, угрозам безопасности и стабильности в нашем общем регионе. Беспокойство сейчас, конечно же, я согласен с коллегами, которые говорили на этот счёт, и ещё наверняка будет эта тема звучать. Беспокойство вызывает ситуацию в Афганистане, которая несёт риски для Центральной Азии и для всего пространства СНГ, несмотря даже на то, что некоторые страны находятся как бы в стороне от этого региона. Тем не менее, ситуация требует активизации совместных усилий, прежде всего на контртеррористическом и антинаркотическом направлениях. Отчётливо видна концентрация вблизи границ Содружества экстремистских и террористических группировок – ИГИЛ, Исламское движение, Узбекистан, Джамат, Ансар-Улах, Аль-Каида и целого ряда других. По нашим данным, количество только ИГИЛовцев на севере Афганистана насчитывает порядка двух тысяч человек. Их лидеры вынашивают планы по распространению влияния на центральные азиатские государства, на российские регионы своего влияния, делают ставку на разжигание этноконфессиональных конфликтов и религиозной ненависти. Террористы стремятся проникать на территорию Содружества, в том числе и под видом беженцев. Сформированное талибами переходное правительство не отражает, к сожалению, всей палитры афганского общества. Вместе с тем, объявлено о намерении провести всеобщие выборы. Принимаются меры по возобновлению нормальной работы органов госуправления. И мы вместе в рамках СНГ будем, безусловно, отслеживать, чтобы эти обещания подкреплялись делами, следить за этим. Но так же, как и некоторые коллеги, вот президент Казахстана выступал тоже, я с ним согласен, не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться с этим тоже нельзя. Будем вместе обсуждать и тоже советоваться с вами.